Приветствую зрителей и слушателей аудио и видео подкаста «Медицина просто» с вами Квашенов. Видео выходит при поддержке моих подписчиков на Boosty. Sweet Home Alabama! Верховный суд штата Алабама приравнял человеческого эмбриона к ребенку. Есть такая процедура – экстракорпоральное оплодотворение или ЭКО. Суть ее в том, чтобы взять половые клетки у двух человек, совершить оплодотворение в пробирке, а затем пересадить вот этого эмбриона в матку женщины. Важно понимать, что создается сразу несколько эмбриончиков, чтобы увеличить шансы на успешную беременность, потому что не каждый эмбрион приживается. Какие-то погибают в процессе переноса в матку, какие-то просто утилизируются, потому что оказались лишними. Их оставляли про запас, а кто-то вот какой-то эмбрион до них уже успел прижиться. Кстати, именно поэтому Русская Православная Церковь против ЭКО. По их мнению, у эмбриона уже есть душа, поэтому это фактически убийство. Но одно дело, когда это касается религии, совсем другое, когда мы говорим о законах человеческих. В штате Алабама посетитель клиники ЭКО каким-то образом зашел в помещение с пробирками, где хранились эмбрионы, и разбил несколько из них. Это, на секундочку, материальный ущерб, поэтому с неуклюжего человечка попытались взыскать компенсацию через суд. А дальше следите за пальцами. В конце 2018 года в Алабаме проголосовали за внесение поправок в Конституцию штата, чтобы признать неприкосновенность нерожденной жизни. Тогда речь шла только об отмене защиты права на аборт, но после этого случая замороженные клетки в пробирке были признаны Верховным судом, равными родившимися детям. И как сказал главный судья Том Паркер, мы верим, что каждый человек с момента зачатия создан по образу Божьему, создан им самим, чтобы отражать его подобие. И все бы ничего, но в США прецедентная правовая система, поэтому при аналогичных случаях в будущем, судьи должны будут опираться конкретно на вот этот случай. И раз эмбрионы в этот раз были приравнены к живым детям, то и впредь будет считаться точно так же. Медики и юристы еще будут разбираться в этом вопросе, но поводы для беспокойства у них очень-очень серьезные. Поэтому от греха подальше уже компании начали перестраховываться. Кто-то планирует хранить эмбрионы, пробирки с эмбрионами где-то там за границей штата, или обяжет родителей пожизненно платить за хранение замороженных эмбрионов. Вот мало ли они вам не нужны, денежку плати. Сами понимаете, процедура от этого существенно дорожает, и проще сделать все вообще где-нибудь в соседнем штате. И поэтому какие-то компании по проведению ЭКО просто закрываются уже сейчас. Такие дела. Осторожно, работают профессионалы. Женщина попала в больницу с ожогами после того, как мошенники заставили ее вставить себе петарду туда. В начале февраля 56-летней жительнице Зеленограда позвонили мошенники, после чего началась вот эта стандартная цепочка по разводу бедной женщины. В итоге жертва отдала 2 с лишним миллиона рублей, набрала кредитов, одолжила деньги у родней, у друзей, и вдобавок она также сфотографировалась голышом и набила татуировку. После чего, по указке мошенников, она оставила себе петарду в анальное отверстие и взорвала ее. История не свежая, поэтому уже даже эксперты дали свой комментарий, скажем так, по этому поводу. Так психиатр, например, считает, что женщина изначально была внушаемой, и мошенники целенаправленно доводили ее до состояния психоза. Мне вот сразу вспоминается, как людей раздевают в карточных играх. Ты, например, заходишь условно в вагон поезда, видишь, как двое играют в дурака, и они как бы невзначай предлагают тебе присоединиться. Ну не на деньги, конечно, играть, просто на интерес. Затем ты начинаешь побеждать, у тебя начинает получаться, и поступает предложение сыграть на мелочь. А потом оглянуться не успеешь, и ты уже сидишь голый, без денег, без шапки, без ботинок, а тебе еще как бы как-то в поезде ехать два дня. Суть простая, для любого уголовника ты не человек, поэтому тебя можно и нужно обманывать. То, что ты квартиру свою отдал, это ты сам виноват. Не мы такие, жизнь такая. Вот и бедная женщина сейчас лежит в больнице, и никого это из них не волнует. Такие люди тратят годы на то, чтобы научиться обманывать. У них нет ни стыда, ни совести. И не надо с ними пытаться вступать в какие-то дискуссии. Нормальный человек на такой работе не работает, он нормальными вещами занят. Поэтому, чтобы не оказаться на больничной койке, после подрыва, извините, пукана, любой подозрительный звонок просто сбрасывайте. Ну, как вы поняли, по тексту новость февральская. И дело в том, что именно в феврале этот пост вышел у меня в телеграм-канале. Все новости выходят там гораздо раньше. Рекомендую туда перейти и подписаться, если вам интересен такой формат. Самокатчики бесят. Судя по всему, за электросамокатчиков взялись всерьез. В прошлом году их прописали в правила дорожного движения, сейчас на них повесили госномера. Как это часто бывает, новое введение пока появилось только в некоторых городах, не во всех. То есть самое главное, чтобы все-таки были, например, камеры умные. Ждем, когда будут за это дело штрафовать. Ну, вернее, за нарушение правил. И, наверное, вам интересно, при чем здесь медицина. Все очень просто. Исследования из самых разных стран показали, как важно соблюдать ПДД при езде на электросамокате. Надеть шлем, надеть перчатки, не быть пьяным, ездить в разрешенном месте и только по одному человеку на самокат, это вроде какие-то базовые правила, но их игнорирует огромное количество людей. Причем не только в России, это и в Корее, и в Европе это тоже есть, это везде. Переломы рук, переломы челюстей, выбитые зубы, сотрясы и прочие развлечения электросамокатчиков нагружают травмпункты. И их с каждым годом становится все больше. Если не начать как-то регулировать эту отрасль, ну, оно так и будет дальше расти. И делать это можно только при помощи правил дорожного движения, которые, как известно, написаны кровью. Не надел шлем? Штраф. Едете вдвоем? Штраф. Ну, раз ты по-человечески не понимаешь, ну, придется прибегать к таким вот методам. И все это только для того, чтобы ты, блин, дурачок, не убился. Ну, или чтобы тебя можно было найти, если ты, например, собьешь человека, какую-нибудь там бабулю или ребенка. Новость выходила, по-моему, еще в марте в Телеграме. И уже после этого была новость про то, как самокатчик ехал, не на арендованном, правда, самокате, на каком-то там своем личном купленном, ехал по тротуару на большой скорости. Женщина выходит из автомобиля, у нее собачонка на поводке. Эта собачонка кидается к забору, и, соответственно, самокатчик пролетает прямо по этому поводку. Пострадала и собачонка, и женщина, и вообще ничего хорошего. Шеф, все пропало! Минздрав предлагает ввести дополнительные испытания при поступлении в медицинский вуз, чтобы учились самые вот мотивированные студенты, наиболее мотивированные из них. В последние несколько лет наметилась нехорошая тенденция. Ежегодно выпускают тысячи врачей, а остаются работать по специальности очень немногие. Люди хотят получить образование, но работу предпочитают все-таки в какой-то другой сфере. Благо сменить профиль сейчас очень легко. Здесь бы, конечно, отлично смотрелась реклама какой-нибудь онлайн-школы, но не в этот раз. Минздрав и региональные власти придумывают различные ухищрения, чтобы народ оставался в медицине. Наверняка вы уже слышали про программу по типу «Земский врач» или «Земский доктор», когда тебе дают деньги, жилье и автомобиль, который переходит тебе в собственность после нескольких лет работы в конкретной организации на конкретной должности. Еще есть всякие целевые договора, когда за твое обучение платит конкретная больница, ты на бюджет не поступил, но за тебя заплатят. А после выпуска ты, соответственно, в этой больнице работаешь. Но даже так некоторые ребята не хотят работать, расторгают договора, возвращают деньги и уходят куда-нибудь работать в другую сферу, ну или в другую больницу. Сейчас в Минздраве предложили несколько изменить подход. Например, можно попробовать больше рассказывать о непопулярных специальностях, поменьше исключать студентов и завлекать иностранных студентов, чтобы они после учебы не уезжали, а работали в России. Мне как раз в прошлом году рассказывали про чернокожего паренька, который работает в Ульяновске участковым терапевтом. Местных он вроде как всех радует, прикалывает. Ну и еще одно предложение. Ввести какие-нибудь дополнительные испытания при поступлении в ВУЗ, чтобы затем учились вот только те, кто действительно хочет стать врачом. Что за испытания? Пока нет никакой конкретики. Но у меня уже есть отличная идея. Просто покажите им зарплатный квиток врача-стационара. Гениальное решение проблемы здравоохранения. В Греции 103 тысячи человек ждет своей плановой операции. 43% из них ждут уже больше 4 месяцев, а 26% ждут больше года. Само собой, чем дольше люди не могут получить медицинскую помощь, тем, соответственно, хуже. Но все упирается в недостаток специалистов. А на увеличение их штата денег нет. Но вы держитесь. Министерство здравоохранения Греции придумало гениальный план. Днем врачи тоже будут работать. Опять работа? Про испанскую сиесту вы наверняка слышали. То есть, когда в полдень, когда там жара на улице максимальная, все просто перестают работать. Уже давно появились всякие там кондиционеры, теплоизоляционные материалы. Но традиция есть традиция. Наши отцы отдыхали, и мы отдыхать будем. И вот в Греции тоже практикуется такой дневной отдых примерно с 14 до 17 часов. И в больницах он тоже соблюдается. Ну, конечно, кроме экстренной помощи. А экстренную помощь вам в любом случае окажут, само собой. Но вот гигантскую очередь из плановых больных как-то нужно двигать. А врачей на всех не хватает. Поэтому Минздрав в Греции придумал такое вот гениальное решение, что если вдруг кто-то хочет, то может продвинуться в очереди, заплатив денежку. Стоимость будет зависеть от сложности операции. Там где-то от 300 евро до 2000. Что почти вдвое меньше, чем в частных клиниках. А часть из полученных денежек пойдет на непосредственную зарплату хирургу и анестезиологу. Большинство больниц, между прочим, сразу согласились пожертвовать дневным отдыхом ради прибавки к зарплате. А греческие врачи с радостью закивали головами. За деньги – да. Сомнительно, ну, окей. 12 лет существует «Земский доктор». Это программа материальной поддержки врачей, приезжающих работать в какую-нибудь сельскую местность, ну или в райцентры. С 2018 года, похоже, программа появилась и для фельдшеров. В марте этого года обе программы расширили, добавив туда несколько специальностей. Стоматолог-ортопед, аллерголог-иммунолог, сердечно-сосудистый хирург, участковые медсестры и медбратья, и еще несколько специальностей, среди которых – врачи-остеопаты. Если вы не в курсе, остеопатия признана как часть официальной медицины далеко не во всех странах. В целом, это, безусловно, прикольная штука, но доказательная база у нее за полтора столетия накопилась не самого высокого качества. Один из травматологов добавил еще такой комментарий к этой новости, что остеопатия стала частью официальной медицины, но по-прежнему плохо регулируется, что, несомненно, накладывает тень на отрасль мануальных методик. Несколько экспертов выразили свое негодование по поводу включения остеопатии в программу «Земский доктор», поскольку это далеко не самая необходимая специальность. Лично я тоже не совсем понимаю, почему ее ставят в один ряд, например, с кардиохирургией и аллергологией. К тому же я не думаю, что остеопатам, в принципе, нужна господдержка. Классным специалистам это неинтересно, потому что они останутся в большом городе из-за таких же больших заработков, а менее опытный специалист заработает куда большие деньги, если просто сам поедет в регион. К кому-кому, а к остеопатам всегда выстраивается очередь из платных пациентов. Поверьте, я сам прекрасно знаю, о чем говорю. Я был на приеме у остеопатов несколько раз, у трех, по-моему, разных, и не, честно скажу, я ни о чем не жалею. Так же классно, как остеопат, вас никто не потискает. Так что идея поддержки остеопата на селе звучит, как по мне, довольно странно. Рыночек порешал. Чтобы решить проблему дефицита кадров в здравоохранении, не нужно изобретать велосипед, заявил Леонид Слуцкий. И выступил с гениальным... Нет. Предложением нужно всего лишь ввести обязательное распределение выпускников, выпускников, как это было в Советском Союзе. Работа не волк, в лес не убежит. Цитата. Как это было в наше время? Отработать три года на страну, которая дала тебе высшее образование. Вам меня не жалко? Сразу скажу, само по себе распределение, как я считаю, это довольно неплохая вещь. Тебя бы так. Молодому и голодному, до профессионального опыта, специалисту самое то работать где-нибудь в ЦРБ, не имея или почти не имея страховки, в виде там какого-то более опытного доктора. Помогите, на меня давят. Я лично знаю ребят, которые вот в наше теплое, уютное время нарочно проходят ординатуру в какой-нибудь районной больнице, предпочитая ее какой-нибудь крутой, большой клинике в центре города-миллионника. Но не всем ведь нужно такое. А главное, что распределение в Советском Союзе было потому, что студент получал бесплатное образование, жилье, стипендию в половину будущей зарплаты. Сейчас почти все студенты учатся либо по договору, либо по целевому. А даже когда круглые отличники на бюджете получают стипендию, ее размера хватит, ну разве что на проездной, но может быть еще в кино хватит сходить. Чего? И другое дело, программа по типу земского врача, когда в регион специалиста не гонят пинком, а привлекают материальными ништяками, плюшками по типу жилья, не знаю. Ты что ли, король? А я за тебя не голосовал. Счастье как результат конкретных действий. Тут одно исследование подтвердило то, что и так было хорошо известно. Вполне понятными и простыми действиями можно добиться улучшения эмоционального фона. Ученые из Ельского и Бристольского университетов провели эксперимент на 915 студентах. Итоги провели через 1-2 года, и если испытуемые следовали инструкциям, то они оценивали свое состояние в среднем на 15% лучше. Люди выполняли физические упражнения, общались с психологами, вели дневники и медитировали. Также было замечено, что внимание к окружающим делает человека более счастливым. Например, дарить близким подарки было более приятно, чем тратить деньги на себя. Но даже от простой беседы с незнакомым человеком оказался, оказывается, был эффект. От себя замечу, что регулярная медитация хотя бы по 1-2 минуты в день, ежедневные занятия физкультурой и живое общение с людьми это методы, не только давно проверенной наукой, но и вот, например, мной лично, на себе самом, на собственной шкуре, так сказать. Если вы давно чувствуете какую-то подавленность, начните хотя бы с этого. Через полгода, год, эффект гарантирован. Правительство Германии решило создать Голема. С 1 апреля в Германии легализовали каннабис в небольших количествах. Летом вступят дополнительные разрешения по его распространению и хранению. Зачем? Ну, якобы в медицинских и не очень целях. Плюс местный министр здравоохранения искренне верит, что этот закон позволит оградить граждан от более опасных наркотических штук, которые распространяются через черный рынок. И это все в то время, когда из стран по типу США, по типу Канады, где марихуана легализована уже некоторое время, оттуда поступают данные о вреде употребления каннабиса. И в этот момент Германия решает присоединиться к ним. Типа, о, отличная идея. Типа, че за заварушка? Я когда заднюю давал, войду в нее. Само собой, с продажи всего этого дела капает денежка в казну. А деньги, как говорится, не пахнут. И как только я услышал эту новость, я сразу вспомнил цитату из одного отличного сериала. Вы создаете голема. Чудовище, чтобы оно выполняло грязную работу. Как тот равен в сказке. Оно уничтожит вас. Да, сейчас в моменте у вас есть дополнительный доход и, вероятно, будет снижение количества асоциальных элементов. Но какой ценой? Маленькая приятная новость для нас, но огромное событие в жизни одного человека. В Самаре врачи подарили идеальное зрение почти слепому пациенту. В больницу имени Ярошевского в славном городе Самаре обратился пациент с очень-очень плохим зрением. Нет, не так. С очень плохим зрением. У него была врожденная дальнозоркость экстремально высокой степени. Там больше плюс девяти диоптрий. Вдобавок к этому еще и астигматизм больше двух диоптрий. Простым языком, парень не видел ни вдаль, ни вблизь. Вообще ничего. При ходьбе, наверное, не знаю, ушел по приборам. И что делать? Да ничего особенного. Просто сделали ему крошечные разрезы на обоих глазах. Через них заменили хрусталики на искусственные. Пошел, вырезал, вышел, готово. 15 минут на все про все. Но только не как в Рик и Морте операции на 20 минут. Нет, ну по-настоящему за 15 минут все быстренько сделали, быстро восстановился. Красота. Современная медицина, ребят. Как всегда, напоминаю, все эти новости гораздо раньше выходили в Телеграм-канале. Ссылка будет в описании. В описании будет ссылка также на мой ВКонтакт, на мой Ютуб-канал. Загляните, ребят, там кое-что интересное, там потому что помимо подкаста есть и другой контент. А еще там есть ссылка на мой Бусти, и на Бусти тоже есть эксклюзивный контент. В общем, в описании. Интересно. Посмотрите. Возможно, что-то понравится. На сегодня на этом все. С вами был Кавашенов. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok